Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение второй книги Паралепименон, книги летописей. И мы будем читать седьмую главу, в которой рассказывается и об освящении храма, как продолжение освящения, и о том, как Господь вновь является Соломону. И мы читаем с первого стиха и ниже. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. Кстати, таким образом Бог показывал свое отношение к жертве. Например, когда говорится, что Бог призрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не призрел, имеется в виду, что жертва Авеля воспламенилась, а Каин, как ни пытался, он не мог разжечь жертвенный костер. И не могли священники войти в дом Господен, то есть те, которые уже находились в храме, не могли там стоять, а те, которые вне храма, не могли войти, потому что слава Господня наполнила дом Господен. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Царь же и весь народ стояли, стали приносить жертвы пред лицом Господа, и принес царь Соломон в жертву 22 тысячи валов и 120 тысяч овец, так осветили дом Божий, царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, буквально имеется в виду на стражах своих. Как известно, Давида разделил их на 24 стражи, чтобы каждая стража несла службу в свою неделю, и левиты тоже были разделены им на 24 стражи. Священники стояли в служении своем, то есть на страже своей, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид. А как понять? С музыкальными орудиями Господа. То есть эти орудия были посвящены Господу. А что это значит? То есть на них нельзя было исполнять никаких других музыкальных композиций, кроме тех, которые связаны со словословием Бога. Который сделал царь Давид для прославления Господа, он сам изготовлял эти инструменты. Ибо вечно милость его, то есть Господа, так как Давид славословил через них, священники же трубили пред ним, и весь Израиль стоял. То есть как бы эта служба, она начиналась уже в одни Давида, и здесь она как бы продолжается, но уже в формате храма. «Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которые пред Домом Господнем, ибо принес там всесожжение и туг мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжение и хлебного приношения и туков». То есть было такое обилие жертв, что невозможно было вместить их все. «И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним. Собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Эмав до реки Египетской». То есть весь народ как бы прибыл на праздник. «А в день восьмой сделали по празднству, то есть как бы продолжение праздника и прекращение, ибо освящение жертвенника совершали семь дней, и праздник семь дней. И в двадцать третий день седьмого месяца царь отпустил народ в шатрых, радующимися и веселящимися в сердце, о благе, какой сделал Господь Давиду, и Соломону, и Израилю, народу своему». Конечно, все время этот народ содержали за счет казны, кормили за счет казны. Это был общий такой праздник. И народ имел право получать милости от царя, потому что народ жертвовал, и очень хорошо жертвовал на построение храма и на нужды царя. Далее рассказывается, как Господь вновь является Соломону. Это уже как бы второе явление ему. И окончил Соломон дом господин и дом царский. То есть сначала дом господин, потом дом царский. То есть он действует очень разумно. И все, что предположил Соломон в сердце своем, сделал в доме господнем и в доме своем совершил успешно. То есть если мы делаем для Господа, то и в нашем доме все будет успешно. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему, «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если я повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». То есть в случае подлинного раскаяния, покаяния по-еврейски тешува, человек может пережить Божье прощение. «Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте всем». Самоназвание горы Мария, я напомню, «Яхве-иры», то есть здесь Господь усмотрит каждого молящегося. «Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте всем, и ныне я избрал и осветил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки. И очи мои, и сердце мое будет там во все дни». То есть и внимание Господа, и любовь Господа будет проявляться через благословение, полученное в храме. «И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои, законы мои, то утвержду престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем». То есть любое такое обетование, оно обусловлено чем? Будешь ходить путями отца? Благословлю. Не будешь? Это будет твое решение. «Если же вы отступите и оставите уставы мои, заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным, и поклоняться им, вот именно Соломон начнет поклоняться другим богам, то я истреблю Израиля с лица земли моей, который я дал им, и храм сей». Вот здесь объяснение, почему был разрушен храм Соломонов, потому что у них было двоеверие. Они днем молились в храме, а по ночам ходили на высоты, воскуряли перед идолами и истуканами. «То я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов». А почему Господь отверг храмы Святой Руси, когда попустил большевикам разрушать наши храмы? Потому что мы повели себя неправильно. Святой праведный отец наш Иоанн Кроштадский который умер все-таки до революции. Он предвидел, что это произойдет. И это предвидение опиралось на то, что он видел, как, прежде всего, высшее сословие, дворянство отступают от веры в Бога. Вера больше сохранялась перед революцией в сердцах простых людей. И он предсказывал, что мы все можем потерять. «И о храме всем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь с землей сею и с храмом Сим. И действительно, сейчас, когда мы смотрим на гору Муриа, мы видим там исламскую мечеть, и мы тоже спрашиваем, а почему Господь так вот попустил? «И скажут за то, что они оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им, за то он навел на них все эти бедствия». А в случае с разрушением второго храма все бедствия были наведены на народ иудейский за то, что они отвергли Христа Спасителя и кричали «распни, распни его! Кровь его на нас и на детях наших!» обрекая на наказание и самих себя, и своих потомков. Это беда, конечно, еврейского народа, мы не должны злорадствовать, потому что мы, русские, тоже пережили гнев Божий, в попущение Божьем, что язычники, безбожники, атеисты захватили наши земли, разрушали наши храмы, расстреливали священников, сжигали святые книги. Гнев Божий — это всегда повод задуматься, почему, а главное, для чего. Господь его проявляет, потому что Бог всегда действует и с педагогической целью, наказывая нас, как и сказано в Писании, кого любит, того и наказывает.